Сетей очень интересная и актуальная тема, я думаю, для многих, так как сегодня очень многие выходят в социальную сеть и, конечно же, развивают бизнес с использованием этого инструмента. Как я понимаю, сегодня практически все, кто присутствует, имеют отношение к MLM-бизнесу. Поставьте плюсы или минусы, занимаетесь ли вы сетевым бизнесом. Итак, давайте начнем. Меня зовут Бабушкина Марина, я лидер одной из сетевой компаний и развиваю свой бизнес, преимущественно используя интернет на данный момент. И социальные сети – это один из моих самых любимых методов. Сегодня я поделюсь некоторым своим опытом с вами. Итак, давайте поговорим о том, зачем приходят люди в социальные сети. Ну, прежде всего, это себя показать и других посмотреть. В социальной сети это сделать очень легко. Все познается в сравнении, также и человек самого себя познает в сравнении. Поэтому социальная сеть, любая, в какой бы человек ни состоял, давая такую возможность, привлекает многих пользователей. Дальше. Получить какие-то эмоции. Давайте представим, что, допустим, человек находится на работе целый день и делает свою регулярную рутинную работу. Дальше ему нужно добраться домой. Дома какие-то рутинные, опять же, дела. И хочется получить определенную долю эмоций, позитива, новой информации. Так вот, в социальной сети тоже эта возможность достаточно хорошо человеком реализуется. Фотографии, видео. Человек может сам высказаться, прочитать мнение других людей, обсудить какую-то тему, поиграть в игры, отвлекаясь, опять же, и уходя в интернет-пространство от каких-то проблем, вспомнить своих друзей, пообщаться по поводу школьного, возможно, институтского прошлого. Все это дает дополнительные эмоции, которых так не хватает в повседневной жизни. Конечно, есть книги, есть театры, кино и так далее, скажете вы. Да, и это тоже способы получать эмоции. Но социальные сети на сегодня стали таким направлением в обществе, где люди привыкли уже, можно сказать, черпать эмоции. И еще одна из причин, почему люди ежедневно приходят в соцсети, и почему именно эти сайты популярны, это сокращение времени. Если говорить о больших городах, то это более чем актуально на сегодняшний момент, так как, чтобы встретиться с подругой, например, или со своими родственниками, даже живя в одном городе, в таком как Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Минск, большие города, необходимо потратить на дорогу только в течение часа, может быть, двух, для того, чтобы встретиться с близким вам человеком. Социальные сети же позволяют очень быстро узнавать новости от ваших друзей, от ваших знакомых, обмениваться информацией. Еще актуальнее это в том случае, если наши родственники или друзья живут далеко от нас, даже не в нашем городе, это тоже происходит очень-очень быстро. Хочу привести наш пример. Мы сами живем в Санкт-Петербурге 4 года, и раньше мы жили на Дальнем Востоке, а это 7 часов полета на самолете, для того, чтобы добраться в наш город, где основные наши родственники и друзья. И совсем недавно мы вернулись из очередной поездки на Дальний Восток, и там мы ощутили то, что у нас нет такой вот, не было такой тоски, не было такой нехватки, мы не так сильно скучали по нашим родным, потому что постоянно, регулярно общаемся благодаря социальным сетям с ними, видим их новости, видим какие-то изменения в их жизни, общаемся по скайпу, используя видеоконференции. То есть социальные сети позволяют решить все эти вот вопросы в жизни человека, и поэтому сейчас они очень-очень популярны. Что говорить о нас, как о менеджерах сетевого маркетинга, о тех людях, которые развивают свой бизнес, соответственно, нам можно проще найти людей и проще начать взаимодействовать с ними. Я предлагаю посмотреть на социальные сети с точки зрения интернет-предпринимателя, и ведь это просто необходимо, когда речь заходит о правильных шагах. Когда вы осознаете свою цель, приходя в интернет, в социальные сети, вы начинаете делать правильные шаги, которые приводят вас к развитию вашего бизнеса. Какие основные игроки на сегодняшний момент у нас находятся на рынке социальных сетей? Я бы остановилась на трех самых крупных социальных сетях. Это Одноклассники, это ВКонтакте и Фейсбук. Напишите, пожалуйста, в каких социальных сетях вы зарегистрированы на данный момент и где проявляете самую большую активность. Отлично, я вижу, что во всех трех социальных сетях активные сегодня у нас участники. Во всех в Одноклассниках наибольшая активность. Во всех ВКонтакте. В Однокласснике ВКонтакте. Спасибо большое за ваше мнение. Именно мы сегодня сконцентрируем внимание именно на этих трех социальных сетях. И именно в них мы настроили свою систему работы. Сегодня я раскрою вам некоторые элементы, которые помогут повысить вашу эффективность и сделать развитие вашего бизнеса более быстрым. Но сначала у меня есть для вас сюрприз. Уверена, что вы любите сюрпризы. Кто же их не любит? Это что-то особенное, интересное и необычное. Это наш сегодняшний гость. Это наша коллега из Беларуси, с которой мы познакомились благодаря YouTube. Впервые списались в Одноклассниках. Общались по Skype. А сегодня уже проводим совместное обучение методом вебинар. Ну, не самый ли большой это плюс в пользу интернет-маркетинга? Самое интересное, что в последнем Альманахе, MLM вам не игрушки, наши истории оказались напечатаны друг за другом, что оказалось для нас обеих сюрпризом. И я с удовольствием хочу представить вам золотого директора из города Минск, Макаренко Юлию. Давайте поприветствуем Юлию бурными овациями в виде восклицательных знаков. Сейчас я передам Юлии слово. И сегодня Юля расскажет нам о себе и о том, как она использует социальные сети для развития собственного бизнеса. Я слушала ее выступление, мне очень понравились некоторые ее идеи. Юля, тебе слово. Посмотрите, поставьте, пожалуйста, у меня от 1 до 10, как меня слышно. Так, у кого-то восьмерочка, семерочка, это значит, вам надо будет у себя на колонке сделать чуть погромче. У меня все выставили на максимальных позициях, так что посмотрите, что у вас. Спасибо, Марина, большое за представление. Да, действительно, мы познакомились через соцсети, и оказалось, что в одном и том же Альманахе. Немножечко расскажу о себе. С той сетевой компанией, в которой я сотрудничаю я уже около пяти лет, добилась, я считаю, довольно-таки неплохих успехов. И в последнее время я обратила внимание на то, что очень активно развивается интернет, и, как говорит Билл Гейтс, если вас нет в интернете, то, в принципе, можно сказать, что вы не существуете. Я об этом очень сильно задумалась и начала активно рекрутировать, строить бизнес именно через социальные сети. На данный момент социальных сетей довольно-таки много. Даже в России популярных более 15 штук – это и Фейсбук, и Контакт, как говорила Марина, да и Одноклассники. Кроме того, на недавнем обучении мы делали опрос, и оказалось, что одной из социальных сетей, которой пользуются, было 80% людей, которые присутствовали в зале, это было около 100 человек, используют еще «Мой мир». Это «Мейл.ру», да, агент, начинает развивать популярность это «Гугл» и «Яндекс». Так что на них тоже в дальнейшем стоит обратить внимание. Но мы действительно поговорим сегодня про три самых-самых распространенных сети. Но это немножечко забегая вперед. А первое, с чего я хотела бы начать, спросить у вас такой маленький вопрос. А скажите, пожалуйста, у кого есть электронная почта на Gmail? Угу, у кого-то есть, у кого нет, поставьте минусы, да? Отлично, очень классно, что много у кого есть. У кого нет, давайте я, может быть, кое-какие моменты проговорю. Если у вас есть почта на Gmail, то вам намного проще будет регистрироваться в Гугле, в социальных сетях, на Фейсбуке и использовать многие-многие преимущества. База Gmail позволяет вам в дальнейшем просто-напросто отправлять одновременно 500 людям одновременно письма. То есть, когда вы будете собирать потом электронные адреса для своих баз, рассылки, то это будет намного проще. Потому что многие другие социальные сети, электронные почты этого не позволяют делать. Создание базы электронных адресов и также очень удобная регистрация в социальных сетях, таких как Фейсбук, Контакты и Одноклассники. Итак, поехали дальше. Отлично. Почему именно социальные сети? Я думаю, что многим это известно, но в любом случае повторюсь. Это быстрота регистрации. Очень быстро. Звука нету. Перезайдите. Отлично. Это быстрота регистрации. Возможность найти одноклассников, родственников, то, что тоже говорила Марина. Возможность всему миру заявить о себе в первую очередь. Возможность создать свою группу, мероприятие, туда приглашать людей. Мы сейчас об этом поговорим. Возможность быстро делиться свежими новостями и идти в ногу со временем. Очень приятно. Самое главное, конечно, что это бесплатная регистрация. Не так давно в Одноклассниках регистрация была платная, сейчас она абсолютно бесплатна. На данный момент я бы хотела более серьезно поговорить с вами именно про создание групп. Скажите, пожалуйста, у кого есть группа в Одноклассниках и ВКонтакте, либо на Фейсбуке? Хотя бы один раз в жизни создавал группу. Отлично. У кого-то есть, у кого-то нет. Поэтому скажите, пожалуйста, тогда или даже просто про себя подумайте, вообще зачем вам нужна была эта группа для тех, у кого она была. Большинство ее группы мы создаем для чего? В первую очередь, скорее всего, для того, чтобы действительно заявить о себе. Вполне возможно, это будет заявление про свою команду. Вот у меня в последнее время моя группа называется именно вот так, как вы видите. Буквально сегодня с утра скачала принтскрин экрана и вот так выглядит моя группа на данный момент. Кому-то она нужна для общения, кому-то для приглашения людей. Первый раз, когда я создавала группу, честно, я использовала ее чисто для рекрутинга. Я приглашала туда всех подряд. Как я это делала? Вот посмотрите, здесь внизу под фотографией моей команды есть кнопочка «Пригласить в группу». И вот когда вы нажимаете «Пригласить в группу» именно эту, то что получается? Вы можете пригласить только своих знакомых. Как же именно приглашать незнакомых людей? Как делала я и как я вам советую? У каждого из вас, скорее всего, есть уже большое количество друзей в ваших социальных сетях. Ну, к примеру, в «Одноклассниках». У меня больше 300, насколько я сейчас помню. И чтобы пригласить людей, как я делаю? Я просто завела там тетрадку, вы можете это сделать в Excel, в Word, где угодно. Я захожу к своему другу, так сказать, в профиль, и там вижу его друзей. И этих друзей, своего друга, я начинаю приглашать. Очень хорошо это действует. Потому что если вы будете приглашать, например, просто без разбора, у вас может получиться, что вы будете приглашать одних и тех же. Я лично обрабатываю, можно так сказать, друзей своих друзей. Понятно? Как я выражаюсь, да? Кто такие друзья друзей? Поставьте плюсики, если вы поняли, про что я говорю. Отлично, хорошо. Смотрите, просто-напросто берете, заводите какую-то тетрадку и так помечаете, с кем вы поговорили. Если вы хотите работать конкретно со своим городом, либо, например, со своей областью, или со своей страной, Беларусь намного меньше, чем Россия, да, тут проще, скорее всего, говорить, там просто всю Беларусь выбирать. Но в любом случае, можно, например, выбрать свой город. А зачем это делать, да? То есть, как бы приглашать людей только со своего города. Когда вы будете приглашать людей со своего города, у вас будет больше шансов с ними встретиться потом лично, чем, например, встречаться с ними в том же Скайпе. Хотя в Скайпе это тоже замечательная вещь. Так что вот тоже можете использовать, например, искать на сайте тех людей, которые в вашем городе, и тоже приглашать в группу. Вот я очень люблю создавать группу в Одноклассниках именно по той причине, что приглашать любых людей в свою группу тут можно бесконечное количество раз, да, и не будет никаких там плат. Например, ВКонтакте, если вы создаете группу, то чтобы пригласить незнакомых людей, за это надо платить как за рекламу, да, и там это делается намного сложнее. В Одноклассниках это делается намного проще. Так что в Одноклассниках очень легко создавать группу. Постоянно меняется интерфейс, много чего меняется, но надо следить за изменениями постоянно, да и постоянно группу пополнять. Что сделала еще здесь я? Если вы видите, в группах каждой, в принципе, в любой социальной сети, это есть темы, в которые вы будете что-то обсуждать, это есть фотоальбомы, есть участники. Вот я как-то буквально за одну неделю у меня группа пополнилась где-то на 500-600 человек. Только благодаря тому, что я просто посидела неделю и поприглашала друзей своих друзей. Так вот у меня группа заполнилась. Что еще нужно сделать в настройках группы обязательно? Там есть такая вот третья строчка под фотографии, изменить настройки. Вот если видите, да, обязательно, когда создаете группу, в нее зайдите. Группа ваша должна быть первая, открытая. Если вы хотите рекрутировать этой группы, вторая, надо сделать так, чтобы больше никто не мог оставлять в новостях комментарии. Там есть такая функция, только администратор группы может оставлять новости и комментарии, к примеру, к альбому, или еще к чему-то. Там вы уже для себя определяетесь. Потому что если вы откроете доступ к новостям всем подряд, то будут вашу группу засорять всем чем только угодно. Это вот такой первый момент. А по поводу, например, работы ВКонтакте, все то же самое. Создание группы, вот здесь вот вы видите, сиреневым отмечено, где нажать, чтобы создать группу. Вот мои группы. Точно так же в профиле ВКонтакте очень можно классно рекрутировать. Знаете, у меня один из интересных людей пришел только благодаря моему статусу. Я писала о том, дословно не вспомню, что мне требуется менеджер для работы в офисе. И что-то в этом роде. И человек заинтересовался, причем этот человек не был у меня в друзьях, он был друг друзей. И вот он ко мне пришел в команду и даже привел за собой несколько людей. Согласитесь, тоже довольно-таки приятно. Еще очень важный момент во всех социальных сетях, например, ВКонтакте, где зеленым выделено, это делиться интересностями всякими. Я вот даю там ссылки, к примеру, на свой сайт, даю ссылки на какие-то новости от своей сетевой компании. Вы тоже можете это делать. Это по поводу работы ВКонтакте. Еще раз повторюсь, ВКонтакте не очень удобно приглашать незнакомых людей в саму группу, если вы создаете. Но ВКонтакте зато намного проще делать мероприятие. Что такое мероприятие? Уже забегая вперед, кроме группы, можно создавать мероприятие. Например, у вас там в ближайшее время проходит какой-то вебинар. Вы можете нажать такую, как группу, создать мероприятие и приглашать всех своих знакомых людей на вебинар с определенной темой. Тоже очень хорошо работает. И люди узнают не только лично через ваши сообщения и через электронную почту, но также и через социальные сети про то, что проходит какое-то мероприятие, и они могут зайти. И Facebook. Facebook тоже, если честно, я еще не настолько его раскрутила, хотя у меня людей там уже очень много. Но я его начинаю все больше и больше любить, потому что в Facebook есть много интересных возможностей. Одна из них – это создание закрытых групп, где вы сможете выкладывать документы. Мы не так давно со своей командой, буквально где-то неделю назад, сделали закрытую группу только для партнеров моих. И мы там ежедневно выкладываем в документах, это так уже тоже как секрет один, выкладываем, кто что сделал, кому позвонил, какие результаты появились. Это делается как онлайн-дневник, каждый может из команды почитать, какие-то фишки изучить, тоже можете, у кого уже есть команды, взять это на вооружение. Тут точно так же есть такая штука, как создание групп, создание мероприятий, тоже деление новостями. Еще очень интересная такая есть фишка здесь, как создание фан-страницы, вот оранжевого внизу, если видите, выделено. То есть, к примеру, есть различия, надо различать вообще, что такое группа и что такое профиль. Вот профиль – это когда лично вы регистрируетесь, вы фотографию размещаете, про себя какие-то данные, свои какие-то новости делитесь. Сейчас вот эта страница называется профилем. Но также некоторые лидеры делают профиль с названием своей сетевой компании. Видели такие вообще профили? Когда лидер там пишет, например, Катерина и название своей компании или просто название своей компании. Видели такие профили? Видели? Отлично. Вот я уже вижу, несколько человек видела. И вот смотрите, вы можете делать точно так же. Единственное, различие между профилем все-таки и группой, тоже надо понимать, если вы будете использовать профиль как продвижение своей компании, то что получится? Скорее всего, вашим друзьям, он не всем будет интересно находиться в таком профиле. Это раз. И во-вторых, вы не сможете создавать какие-то темы для обсуждений. Вы только сможете комментировать какие-то фотографии. Но вам надо выбирать, что именно вы хотите. Вот в Фейсбуке есть возможность создавать много таких профилей. У меня таких профилей три. И вы можете с периодичностью, когда хотите делать какой-то из профилей главным. Например, одно время профиль в своей сетевой компании, например, на период какой-то акции в вашей компании. Потом может быть профиль конкретно на вас. То есть вы можете менять, и это тоже очень удобно. Фейсбук вообще самая популярная сеть. Там насчитывается уже, по-моему, 100 миллионов человек, так точно. Так что, в принципе, надо ее изучать. И почему еще ее надо изучать, на мой взгляд, про скайп я сейчас скажу. Потому что, если, например, те, кто находится именно в нашей сетевой компании, если вы знаете в какой, Марина и я, то именно в нашей сетевой компании есть такая кнопочка, как поделиться новостями. Например, на Фейсбук, на Твиттер. Обращали внимание такое? Это делается очень легко, если вы зарегистрированы в этих социальных сетях. Еще хотела внимание обратить на скайп. Скажите, пожалуйста, у кого есть скайп, у кого нету, поставьте минус. Практически у всех есть. Вы знаете, очень тоже важная вещь изучить скайп досконально. В скайпе есть такие важные функции, как создание групп. Можно создавать группу по интересам и вместе обмениваться какой-то информацией. Просто есть там такая кнопочка «Создать группу», и туда вы можете добавлять скайп у всех своих знакомых и обмениваться какой-то информацией. очень тоже удобно. Люди быстро получают какую-то нужную информацию, надо тоже этим пользоваться. Скайп, группы скайпи. Еще есть такая интересная штука здесь, как можно вместе до 20 человек созваниваться и проводить тоже там своеобразные там планерки или просто рассказывать что-то интересное. Тоже иметь это в виду. Через скайп тоже очень люди хорошо рекрутируют. Вы можете через меню «Контакты» находить людей со своего города, с ними знакомиться, заводить связи и просто-напросто потом тоже предлагать свои интересности. То, чем занимаетесь конкретно вы. Вот то, что я обещала. В нашей сетевой компании есть вот такие вот кнопочки на официальном сайте. Вы можете так делиться новостями, нажав просто одну единственную кнопку. И сейчас расскажу буквально несколько фишек, как я пользуюсь социальными сетями. Первое, что я очень активно использую, это активный контакт. Вот, к примеру, один из вариантов того, что делаю я. А что такое активный контакт? Это когда вы, например, добавляете человека к себе в друзья либо добавляете человека к себе в группу в зависимости каким методом вы конкретно работаете. И перед тем, как с ним заговорить, вы вообще изучаете его профиль и смотрите, что же он вообще из себя представляет. Может быть, он чем-то увлекается, разведением цветов или может какими-то подделками, или очень красивые макияжи может быть делать. Ну, что вот угодно. Вот вы находите в нем что-то интересное и от этого начинаете отталкиваться. Очень хорошо работает. К примеру, вы увидели, что человек там выкладывает постоянно какие-то там салатики или еще что-то. Можно всегда спросить рецепт. И за это зацепившись разговариваете. Единственное, сразу в лоб не надо, если вы заговорили, ой, смотрю, вы цветочки выращиваете, а что за они? Потом он ответил этот человек, а вы ему берете и говорите в лоб, а давай приходи к нам, у нас очень много вкусного. Нет, так делать не надо. Вам надо обязательно с человеком сначала более подробно познакомиться, завести, может быть, какие-то общие интересы и через какое-то время предложить то, что хотели бы предложить именно вы. Ну, например, там, может быть, зарегистрироваться к вам в компанию, или, может быть, там что-то посмотреть. Обязательно, очень хорошо, это там вообще, это шикарно работает. У меня вот таким способом очень много всяких интересных знакомств. Люди, я знаю, постоянно тоже так ко мне добавляются и точно так же со мной знакомятся. Так что ищите в людях интересное, позитивное и через это начинайте с ними именно общаться. Это по поводу активного контакта. Еще есть такая интересная фишка в социальных сетях, это особенности комментарии. Я думаю, что каждый из вас когда-либо оставлял какие угодно комментарии под фотографиями, под видео, где угодно, в социальных сетях. Я думаю, что такое 100% было. И первое, самое важное, когда вы оставляете комментарии, оставляйте интересный комментарий, не просто там «Спасибо», «Ой, ты такая красивенькая» или еще что-то такое. Надо написать такой интересный комментарий, что человека зацепил, он захотел с вами пообщаться. Это очень легко делается, просто когда вы пишете, например, какой-то комплимент искренний, развернутый, большой, или какой-то ответ, или комментарий к видео какой-то развернутый, выкладываем обязательно свои фотографии, видео тоже, и делимся в социальных сетях тоже. И плюс ко всему, хотела бы еще такой момент обозначить, когда вы выкладываете свои фотографии, особенности это ВКонтакте, Фейсбуке делается, либо свои видеоролики, либо вообще посмотрели какое-то видео и скинули ссылку. Обязательно просто запомните навсегда, надо обязательно поставить там класс, нравится, эти сердечки, которые есть под каждым видео, либо фотографии. Потому что, если вы кинули ссылку и не нажали класс нравится, то человек подумает, если ему не нравится, чего он поделился. В первую очередь надо начинать себя и делиться интересностями. Когда вы делитесь интересными какими-то фразами, интересными фотографиями, интересными картинками, интересными видео, люди начинают приходить к вам на страничке, начинают интересоваться. Вы знаете, я постоянно это делаю, и ко мне люди действительно приходят знакомиться, у меня каждый день добавляются какие-то люди, друзья, начинают там общаться, спрашивать, задавать вопросы, потому что я сама интересуюсь людьми, и люди начинают интересоваться мной. Это вот такие некоторые есть моменты по поводу социальных сетей. И последний нюанс, который бы я хотела рассказать, что еще можно делать через социальные сети. Итак, мы с вами поговорили. Через социальные сети можно создать группу, либо создать какой-то профессиональный профиль. Через соцсети можно активно комментировать какие-то фотографии, видео, много чего интересного делать. Через соцсети можно активно знакомиться с людьми, по интересам даже людей подбирать по городам. А также людей можно приглашать на различные мероприятия. Если, например, вы ходите постоянно на такие вебинары, и вам понравилось, например, здесь присутствовать, вы смело можете такие вебинары или какие-то другие рекомендовать своим знакомым. Как это делаю я? Вот, к примеру, пишу такой текст, который вы сейчас видите. Я просто сразу человеку рассказываю, что такое вебинар. И люди очень хорошо реагируют. Обязательно надо расписать, что это, что это абсолютно бесплатно, и сколько времени это займет. И еще надо обязательно написать, что тут не дописано, после ссылки желательно написать, скопируй ссылку и вставь в строку браузера. Очень хорошо работает. Люди начинают приходить на вебинары. Я смотрю, у вас, в принципе, гостей очень много, значит, у вас эта работа с вебинарами очень хорошо работает. Мы в своей команде только это начинаем. Но вам огромный совет, приглашайте как можно больше людей на мероприятия. Они тогда будут интересоваться, цепляться и к вам приходить. Все, на этой прекрасной ноте я жду ваших вопросов. Вот это один из вопросов, сколько времени у вас занимает такое общение. Елен, вы сами просто выбираете для себя, сколько вы именно хотите рекрутировать с помощью социальных сетей. У меня много времени это общение не занимает. Оно просто-напросто идет в процессе с обычной моей какой-то деятельностью. Это бывает общение 5 минут, 10-15. Нет, мой метод не только интернет. Я очень люблю работать и в обычной жизни, так сказать. Я работаю с промо-стойками различными, списками знакомых, все стандартно. Я это очень все люблю. Я просто совмещаю. Например, я в первой половине дня где-то до обеда работаю через интернет, а в второй половине дня, когда люди возвращаются после работы, работаю уже конкретно в офисе. И в принципе, точно так же советую своим партнерам. Мы в первой половине дня работаем через интернет, в второй половине дня мы работаем, стараемся уже офлайн, так сказать, в полях. Потому что, в принципе, я считаю, если только обращать внимание на интернет, то мы можем упустить тех людей, у которых еще интернета нет на данный момент. Потому что тоже советую. 50% так, 50% так. Но опять же, перед тем, как если вы работаете только через интернет, у вас хороший результат, работаете только через интернет. Работаете то, чем вы работаете. И работаете постоянно. Какие еще есть вопросы? Так, сумбурно много чего сказала. Мне дали не так много времени, так бы, может, более развернуто. Но, надеюсь, мы не последний раз встречаемся. Расскажу более подробно потом все свои фишки еще. Так, вопросов больше нет. Да? Отлично. Тогда я передаю слово Марине. Спасибо большое, Юля. Очень рады, что вы сегодня смогли участвовать в нашем вебинаре. Сегодня хотим подарить вам подарок. Это наша книга «Социальные сети. 25 секретов». И надеемся, что в ней наш опыт, изложенный наш опыт, вы тоже сможете применить для своей работы. И какие-то интересные наши фишки позволят вам улучшить вашу работу. Очень интересный опыт. Напишите, пожалуйста, сейчас в чат, уважаемые участники, что вам понравилось, что вы взяли для себя. Какие самые интересные моменты. А мы пока с вами двигаемся далее. С Юлей, я уверена, мы обязательно еще встретимся на наших вебинарах, как мы договаривались. Так, активный контакт, создание мероприятий, групп в социальных сетях. Фейсбук и работа в нем. Отлично. Вот уже пошли знакомства и поиски друг друга в социальных сетях, что очень важно и сделать довольно-таки просто. И мы двигаемся с вами дальше. И по плану у нас, как удержать гостей на вашей странице. В обычной жизни, прежде чем сделать предложение кому-либо о сотрудничестве, мы с вами знакомимся с человеком, выясняем его интересы, потребности. Как вот уже говорила Юлия о том, что в социальной сети также нужно действовать. Да, так и это происходит в реальной жизни. В социальной сети это за нас может сделать наша страница. То есть познакомить нас с нашим человеком, с интересным человеком. Часто, иногда я, когда я работаю в социальной сети, например, в ВКонтакте это очень активно видно, я вижу, как в то же самое время кто-то из знакомых или незнакомых мне людей знакомится со мной. Вы знаете, кто зарегистрирован ВКонтакте, наверное, видите. Например, одному человеку понравились ваши фотографии, другому понравилось что-то на вашей стене и так далее. Что мне очень нравится, меня это очень вдохновляет, потому что я считаю это удивительно, когда есть возможность сжать вот так вот время, и человек тебя узнает, а ты занят другими какими-то своими достижениями, своих целей. Так вот, наша с вами основная задача – это настроить наши социальные сети так, чтобы многие функции они делали за нас. Но самое главное, они должны рассказывать о нас и подбирать нам наших будущих партнеров. Ну, например, вот прежде чем написать Юле, я просмотрела ее профиль в Однокласснике, и вы видите по фотографиям, я вот вам несколько сюда поместила, что человек Юля очень активный, интересный лидер, с которой есть о чем поговорить, есть чем обменяться, посмотрите, энергия просто бьет ключом, вот, поэтому это все упрощает, конечно же, время для того, чтобы знакомиться. И потом, я уверена, Юлия, когда мы предложили ей дружить, да, Юлия наверняка просмотрела и мой профиль. Так вот, по статистике 60% всей информации, которую мы получаем, мы получаем через аудиальный канал, через зрение. И, значит, лучшим инструментом для нас являются фотографии в социальной сети. В Однокласснике, например, есть личные фотографии, есть альбомы. Именно личные фото просматриваются в первую очередь. Мой такой вот совет, сделайте выборку из личных своих экземпляров, лучших фото, которые показывают вас в выгодном свете. Дальше сделайте различные тематические альбомы. Например, там могут быть различные сферы вашей жизни, которые потом уже привлекут людей целевых, скажем вам, да. То есть, если человек видит, какое у вас хобби, она занимается таким же, например, такие же интересы, пожалуйста, просматриваются такие альбомы. Если что-то по бизнесу, смотрится в первую очередь этот альбом. Ну, несколько сегодня фотографий таких для опыта я добавила для того, чтобы понять, что нужно делать, что не нужно. Это реальные фото, которые я взяла у реальных людей, реально на сайте Одноклассники. Вот первое, что не нужно делать. Не нужно выставлять неудачные вот такие вот главные фото, которые могут или испортить о вас впечатление, или дать человеку немного неправильный посыл, который нам конкретно нужно, занимаясь развитием из интернет. Так вот, например, в ВКонтакте можно добавить одно только фото, главное, и именно оно является тем, что привлекает на вашу страницу. Вообще, в любой социальной сети первое главное фото, аватар так называемый, это то, что завлекает на вашу страницу. Альбом уже это то, что оставляет на вашей странице. Ну, в Facebook тоже там одно можно вставлять, и дальше фотографии идут со стены, с новостей ваших, да. Вот, так вот, важно, чтобы ваше фото было ярким, сочным, успешным, интересным, потому что именно оно будет, знаете, как крючок цеплять посетителей на вашу страницу. Причем часто в социальных сетях делается так, что показываются фото друзей-друзей, социальные сети предлагают вам познакомиться с конкретным человеком, и, знаете, так подписывают, возможно, вы знакомы, и идет фото, да, и имя, имя, фамилия, человек, там, или имя, дальше как уже человек сам себя назвал. Так вот, хотим мы это сделать или нет, наши фото заглавные привлекают разных к нам людей. Так вот, посмотрите, вот это неудачные фото, которые не нужно добавлять. Я делала эксперимент, сейчас об этом расскажу. И пример удачных фото, которые можно поместить, это вот фото с чеками, например, это фото с продукцией, например, вашей компании, фото, где вы в потрясающем расположении духа, или фото, которое говорит о вас как о бизнес-партнере, о человеке, который любит путешествовать. Вот такие вот фото, которые будут привлекать, опять же, целевую аудиторию. Это не голословно, я делала эксперимент и ставила на аватар различные свои фото, которые, и потом анализировала, какие приходят ко мне посетители на страницу. Вот в Одноклассниках это можно сделать, потому что есть такая вот там отдельная графа, как гости на твоем профиле, и вот можно увидеть. Да, вот смотрите, я, когда я ставила фото с пляжем, где я в купальнике под солнцем и на фоне моря, преимущественно на мой профиль начинали заходить мужчины, причем кавказской национальности больше, и начинали оставлять комментарии и предлагать знакомства. Когда я ставлю фотографию семейную, тогда она больше привлекает моих друзей, знакомых, родственников. Это друзья друзей, это больше мамочки, например, которые сидят сейчас с детками, и это вот семейные люди. Когда у нас стоит фото, вот такое вот бизнес, имиджевое такое фото, тогда это больше посещение нашей страницы сетевиками, теми людьми, которые интересуются бизнесом, успехом, и больше успешные такие вот люди, которые приходят в социальные сети, скорее всего, работать, искать партнеров. Так вот, это только одно изменение вашего главного фото может уже подбирать для вас партнеров. То есть уже вы видите, кто к вам заходил, это люди, которые вами уже заинтересовались, и уже этим именно людям вы можете делать предложения. С ними уже устанавливать контакты, и завязывать более близкие знакомства. Вот такая вот идея. Вот главное фото вас, главное фото к вам привлекает людей. И дальше, чтобы человек остался на странице и больше с вами познакомился, нужны альбомы. Как вы думаете, какие альбомы могут рассказать о вас и представить вас в выгодном свете? Напишите, пожалуйста, в чат, какие, может быть, темы альбомов вы используете, или вы видели, и вам стали они интересны, или как вы думаете, какие выгодные идеи для альбомов могут вас показать как профессионала и помочь вам в развитии именно бизнеса. Банкет. Я так понимаю, это с каких-то праздничных мероприятий, мероприятия мечты. Согласна с вами, да, если ваша компания провела мероприятие, можно его выложить и показать, как мы здорово отдыхаем, как мы здорово корпоративно празднуем. Путешествия, банкет, о бизнесе, путешествия с компанией, мой бизнес, мои интересы, мои путешествия, моя команда, отлично. Мероприятия с командой в офисе, да, тоже. Особенно, если вы соединяете интернет и офлайн, и приглашаете людей к вам в офис, у вас есть, например, СПО, или вы работаете целевая направленность у вас на ваш город, да, и мероприятия в офисе, конечно, покажут еще и ваш офис. Я в Рио-де-Жанейро, отлично, да, я думаю, тоже такой альбом покажет и уровень достатка, и уровень определенных регалий в компании, да, или привлечет к вам тех, кто уже был в Рио-де-Жанейро, и вам будет что обсудить, или тех, кто собирается в Рио-де-Жанейро. Моя семья, мой город, да, действительно, я думаю, что люди семейные уже, увидев вашу семью, увидев деток, найдут больше точек соприкосновения, ну, а ваш город покажет о том, откуда вы родом, как вы любите этот город, и, соответственно, тех, кто в вашем городе вы рекрутируете, будут охотнее с вами общаться. Если новичок компании, какие фото он может выставить? Вот, опять же, да, мы говорим, что касается моей семьи, моего города, мероприятий с командой в офисе, банкеты, которые проводятся у вас, мастер-классы также вы можете выставлять. Это не обязательно исключительно с компанией MLM вашей, вы путешествуете, вы можете путешествовать и быть заядлым путешественником помимо компаний, не обязательно ездить на другой континент, как Константин, например, да, вы можете путешествовать по ближайшим районам, да, в вашей области, слава богу, природа у нас, по-моему, везде дает возможности для каких-то открытий. Сколько максимальное количество альбомов, чтобы не переборщить? Хороший вопрос. Ну, я думаю, 5, 6, 7 альбомов можно создавать. Единственное, вот моя рекомендация такая сразу, это не добавлять много фото, потому что иногда заходишь к человеку, у него там 130 фото в одном альбоме на одну тематику. Это, конечно, очень сложно смотреть. И где-то на фото 30-20 ты уже закрываешь альбом и вообще уходишь с профиля человека. Еще есть такая ошибка, которую часто допускают пользователи социальных сетей. Я прям вижу это часто. И это, конечно, играет не на руку. Это когда просто открывается фотоаппарат и сливаются все фотографии, например, после отпуска подряд, да, которые не перевернуты, которые не получились, размазаны, смазаны, все туда вливается. И когда смотришь такие фотографии, ощущение у тебя, что тебе просто, просто какое-то неуважение к тебе, естественно, так ты воспринимаешь человека. Очень нужно быть с этим осторожным, очень внимательно за этим следить. Поэтому отберите, например, 15-20 фотографий ваших, как вы в Рио-де-Жанейро или как вы на мастер-классах участвуете. И лучшие фотографии там вот прям вот оставьте. Пусть это будет 5 фото, но они будут хорошие и качественные в альбоме. И собирайте их, коллекционируйте. Можете собирать альбом сначала у себя на компьютере в отдельной папке, потом его уже выложить. Но альбом должен быть хорошим, качественным. Всегда думайте, что это ваш инструмент, инструмент для развития вашего бизнеса. И если вы хотите развивать бизнес, значит, подойдите к этому серьезно, ответственно. И здесь 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Очень хорошее высказывание, оно как раз нам помогает. Отлично, спасибо большое за ваши идеи, за ваш опыт. Еще кратко подытожу эту информацию, какие альбомы вы можете создать. Альбомы о вашем бизнесе, альбомы о мероприятиях. Это могут быть как бизнес, так и различные развлекательные и корпоративные такие празднования. Это ваша семья. Но опять же, здесь остерегайтесь фотографий за столием, с полусъеденными тарелками. Тоже они не очень хорошо смотрятся. Это хобби. Но на хобби тоже сильно не увлекайтесь. Если хотите создать, то там один альбом, например, вы там любите шить, вышивать и так далее, чтобы это было привлекать к вам тех же людей, которые это любят. Но остерегайтесь переборщить с хобби, потому что вы рискуете углубиться в общение про хобби и перестать говорить о бизнесе. То есть основная цель ваша должна быть, конечно, бизнес, если мы говорим о социальных сетях, как об инструменте развития бизнеса. Вы можете создать альбом о вашей компании, можете создать альбом о ваших путешествиях. Ну, плюс еще сегодня вот хорошие идеи были поданы в чате. И мы идем с вами дальше. Мы будем сейчас говорить о том элементе, из-за чего ваша страница может стать бесполезной. Если мы говорим о соцсетях как об инструменте развития бизнеса, то нужно еще кое-что помимо ваших альбомов, настройки вашего аккаунта и серьезного подхода вот к этому именно. В соцсети люди приходят общаться. И без вас, как без личности, ваша страница становится бесполезной. И важно, чтобы вы показывали себя, опять же, как человек, который развивает бизнес. Именно вы устанавливаете статусы. Именно вы делитесь полезными ссылками. И если вы приходите в социальную сеть развлекаться, то и люди будут приходить в вашу команду. Такие же серьезных партнеров через соцсеть вы, скорее всего, не найдете. Есть еще такой вот момент, на который ловятся тоже часто наши, по крайней мере, партнеры, с которыми мы начинаем сотрудничать и даем рекомендации по настройке своих социальных аккаунтов. Люди создают социальные альбомы, деловые альбомы, отлаживают свои профили, а действия потом перестают делать, которые бы привлекали бизнес-партнеров. То есть привлекаются люди на правильный профиль, но не остаются, потому что видят немножко другие действия у человека. Так вот, если вы приходите в соцсеть, заходите и играете в игры, ставите прикольные статусы. Вот я прям выделила, как пример, неприличные анекдоты на стену. Вчера буквально удалила из друзей девушку, потому что, заходя в контакт, заходя в раздел «Свои новости», от этой девушки было больше перепостов, чем от всех моих нескольких сотен друзей. И в большинстве своем это были какие-то неприличные анекдоты из какой-то группы про неприличные анекдоты и прочая-прочая такая вот информация, которая мне совершенно неинтересна и забивает мне стену новостную и отвлекает меня от важных сообщений моих серьезных друзей. И я просто удалила этого человека из друзей, чтобы упростить себе жизнь, скажем так. Вот поэтому ни в коем случае не перебросивайте различные такие вот вещи. Если вам действительно это нравится и вы 10 минут в день читаете неприличные анекдоты, то просто не добавляйте их к себе на стену, иначе тоже партнеров вам сложно будет найти. Если вы добавили деловые фото, деловые альбомы сделали, а потом приходите опять в социальные сети, начинаете жить старой своей жизнью, и на новых фотах вы тусовщица или огородница, или все новые фото последние, которые вы добавили, вас показывают не с точки зрения бизнеса, не с точки зрения делового успешного человека, то тоже снижается очень качество вашего настроенного аккаунта. Если вы, например, жмете социальные кнопки, Юля сегодня показывала, на многих сайтах сегодня есть социальные кнопки, и вы, просматривая информацию в интернете, жмете эти кнопки, но они совершенно не по бизнесу, они из различных совершенно тем, политика, дети, вязание, все подряд, иногда на аккаунт заходишь к человеку, и у него там просто какой-то сыр-бор, и ты даже не можешь понять вообще, о чем думает этот человек, чем он живет, вернее, ты видишь, что он живет совершенно не своим делом, не своей сферой, в который тебе бы интересно было с ним посотрудничать, ну и вот. С другой стороны, вот эти социальные кнопки других людей могут сыграть вам на руку, когда вы знакомитесь, когда вы смотрите их интересы. Но это когда, опять же, человек использует социальную сеть не как инструмент развития бизнеса, а как развлечение, как общение просто. Если мы говорим о нас с вами, то мы должны очень качественно, избирательно подходить к этой информации. Что же нужно делать? Тогда вопрос. Первое. Освещать некоторые части своей жизни. Семья, мероприятия, увлечения. Съездили с семьей в отпуск, куда-то в путешествия, осветите это, расскажите об этом, поставьте статус интересный и так далее. Различные мероприятия в компании прошли, тоже об этом расскажите. Увлечение ваше тоже об этом, но, опять же, дозировано и только некоторые очень интересные моменты. Свой бизнес. Это инфопродукты, если вы создаете сами или если вы заключили определенные партнерские соглашения с инфобизнесменами, вы можете продвигать это через ваш аккаунт. Во-первых, таким образом вы будете зарабатывать. Во-вторых, вы покажете себя как человека, который дополнительно изучает те или иные вопросы. Статья с вашего блога. Если вы ведете блог, дополните, выставляете статьи на ваших соцаккаунтах. Это получится, для вас получится более просто найти дополнительную аудиторию, людям прочитать, перейти по ссылке и прочитать интересующую его информацию. Вебинары. Они тоже могут быть записи, могут быть выставлены. Вот периодически знакомые в социальных сетях мне скидывают записи своих вебинаров. Мы делимся своими. И сегодня столько много вебинаров проводится, что сложно даже поучаствовать на всех, которые интересно. И возможность вот такие вот обмены записями или ссылки на записи делают возможным, опять же, посетить больше вебинаров на интересующие темы, лучше обменяться опытом с лидером. Вы можете рассказывать о своих партнерах на своем аккаунте. Это тоже позволит продвигаться вам как команде. И, например, в вашей структуре один в этом силен, другой в другом силен. Пожалуйста, прорекламируйте своего партнера. Для вас это сыграет нарк в том, что у вас есть вот такая вот команда и интересные люди. И человек, приходя в вашу команду, тоже сможет познакомиться с интересными людьми. Также вы можете выставлять информацию по сферам смежным успеху. Например, успешные личности. Один из наших роликов по высказыванию успешных людей приобрел такую суперпопулярность. Это был вообще пробный шаг. В видеомаркетинге на каких-то первых этапах. Но он начал так сильно развиваться и набирать просмотры, независимо от нас сам по себе, что мы даже сделали альбомы с высказыванием успешных людей. И по этому поводу получаем хорошие отзывы. И второе, люди, которые приходят на страничку, видят, что нам интересна сфера успеха. Новости законодательства. Например, если вы нашли закон по налоговому законодательству, касаемому МЛМ, или какие-то изменения в пенсионном законодательстве произошли, поделитесь этой информацией на своем аккаунте. Профессиональные праздники различные. Это и день сетевика, и день предпринимателя. И если вы педагог, пожалуйста, день учителя отметьте. И так далее. То есть вы тоже, это можно помещать. Новости от компании. Ваши, которые также позволяют вашим уже зарегистрированным партнерам или тем, кто еще принимает решения. Видите, как идут изменения в компании. И тоже принять решение. Или сообщите информацию о том, как развиваться, смотивировать участие в определенной акции ваших уже зарегистрированных партнеров. Вот такая активность у вас должна быть, если вы хотите использовать социальные сети в качестве инструмента. И еще один штрих, о котором я хочу рассказать, еще одна тема, это какой штрих будет развивать за вас ваш бизнес. Как говорил Билл Гейтс, если у вас нет сайта интернет, то вы не ведете бизнес в интернет. То есть у вас должно быть какой-то ресурс, куда бы вы могли направлять тех людей, с кем знакомитесь в социальной сети. Какие-то ссылки, где напечатана ваша история, это может быть бесплатный даже блог, да, не важно. Но то, что упростит вашу работу с теми людьми, с кем вы уже установили контакт. Потому что рассказывать все текстом, писать каждому, это будет очень сложно и неэффективное использование времени. Так вот, на сегодняшний день мы настроили свои аккаунты таким образом, что у нас на наш сайт Воронку приходит 40 человек ежедневно только из социальной сети. И 50 человек примерно в среднем приходит на блог только из социальной сети. И это бесплатный метод рекламы. Бесплатный. Я тоже думаю, что это неплохо, тем более он не затрачивает практически времени. То есть бесплатно и без затраты времени вот конкретно вот этот вот трафик идет. То есть 40 человек, понятно, да, это не я лично раскидываю ссылку, а ссылка находится на моем аккаунте. Как же это сделать? Сейчас я с вами тоже поделюсь опытом. Ваша ссылка может находиться у вас в статусе. Вы можете добавить какое-то определенное высказывание по вашей тематике. И дальше это может быть ссылка на вас. Эта ссылка может быть на ваши фото. Если у вас, например, группа посмещена команде, пожалуйста, ваша команда, над ней ссылка. Как я вот видела у Юлии, да, команда и ссылка на сайт. Также может быть ваше фото в деловом костюме и ссылка на ваш сайт, куда вы приглашаете. Вы можете подстраивать фото и статус определенным образом, которые будут дополнять друг друга. Например, на фото вы указываете, например, на приглашение на сайт, а в статусе у вас приглашаю на мой сайт, например. То есть они могут играть так вот вместе и парно усиливать друг друга. Это могут быть ваши ссылки. В «Одноклассниках» это есть отдельный раздел со ссылками. В «Фейсбук» и «ВКонтакте» для этого у нас стена. То есть любая социальная кнопка, нажатая вами, это информация на вашу стену, а «Одноклассники» помещают в раздел «Ссылки». То есть там вы можете делиться ссылками с других ресурсов, сайтов, ваш корпоративный сайт компании, ваш сайт вашей команды, или вообще вы сайт ведете по вашей работе. Или это могут быть сторонние ресурсы, новости, газеты и так далее. Сюда же ссылки пойдут с видеохостингов на YouTube. Сейчас тоже очень удобные соцкнопки есть. А также вы можете копировать прям ссылку ролика и добавлять ее к себе на аккаунт. Еще здорово, что вы можете вообще записать ролик про себя, вашу презентацию, вашу информацию какую-то, и ее же добавить туда же в ссылку. То есть человек, зайдя на ваш аккаунт, познакомившись с вами, просмотрит еще и видео от вас или ваше видео личное. Тем самым вы один раз поместив свое видео с вашей информацией к себе на аккаунт, будете читать презентацию, то есть видео будет читать презентацию, рассказывать о вас, вне зависимости от того, где вы сейчас. Ушли ли вы в оффлайн в поля работать, да, находитесь ли вы с ребенком на прогулке, или пошли участвовать в вебинаре, или уехали на конференцию с вашей компанией, или на корпоратив какой-то, социальная сеть работает за вас, ваша видеопрезентация идет и приглашает к вам ваших партнеров. Это могут быть ссылки, вы можете помещать в группы, это может быть ваша группа тематическая, как Юля говорила, которую рассказывала сегодня, более подробно создала, или это могут быть ваши партнеры, например, ищите смежные группы по смежным тематикам, это могут быть, если у вас компания занимается косметикой, пожалуйста, это могут быть и группы о красоте, если вы занимаетесь пищевыми добавками, это группы о здоровье, велнессе и так далее, вот, пожалуйста, ищите группы со смежными тематиками, вот мы, например, сделали в наших группах по нашей компании ссылки на группы, в свою очередь договорились с ними, чтобы они в своих группах сделали ссылки на нас, и люди, заходя к ним в группу по ссылке, видя нашу группу, интересуются, заходят к нам в группу, там уже больше узнают о нас. Вот, также вы можете договориться с модераторами других групп на размещение рекламы о вас, это можно сделать даже бесплатно, если группа примерно такой же численности, как и у вас, количество человек, то вы можете обмениваться ссылками, давать в своей группе информацию о них, об их продуктах, например, в их группе, они будут рекламировать вас. Такие варианты сотрудничества нужно смотреть и развивать, и тогда, чем больше ссылок о вас в интернет, тем больше у вас посещений, тем больше вас знают, и тем эффективнее работают социальные сети для вашего бизнеса. Ну и, как я уже обратила внимание на стену, «Стена» это вообще такой особенный инструмент в Facebook и в ВКонтакте, это многофункциональный инструмент, здесь вы можете, как делиться информацией, как использовать ее в качестве копилки, куда собираете интересующую вас информацию, так и транслировать всем вашим друзьям и знакомым информацию, информацию, которую они увидят в новостной ленте. Вот используйте эти методы для того, чтобы добавлять один штрих в вашу ссылку, на ваши ресурсы, на ваши блоги, на ваши сайты. Вот этот вот один штрих будет развивать ваш бизнес за вас и будет уводить людей на ваши ресурсы, с вашего аккаунта, а не куда-то еще. Очень хорошее высказание, о котором я хочу с вами поделиться, заканчивая наш вебинар, это «Каждый день делай один шаг по достижению благосостояния». Маленький, малюсенький, но делай. Тенденция гораздо важнее места, с которого ты стартуешь. Очень мне понравилось это высказание. Сегодня задавали подобный вопрос. Сколько времени вы уделяете соцсетям? Есть ошибка, когда погружаемся полностью в социальные сети и хотим их использовать, хотим, чтобы это была наша волшебная кнопка, чтобы все это делало за нас, раз погрузиться, настроить все, чтобы потом работало. Этого не получится. Нужно делать хотя бы по чуть-чуть. Ставьте себе план, контролируйте свое время, составьте свой график, как удобно вам. Но самое главное, чтобы регулярно вы были в социальной сети. Если у вас нет в социальной сети, и люди видят, что вы там заходили последний раз 15 апреля на ваш аккаунт, то, скорее всего, все ваши настройки качественные, они не будут работать. То есть каждый день выходите хотя бы на немного, и будьте активными в социальной сети. Итак, я готова ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Мы сегодня говорили о трех главных законах социальных сетей для сетевиков, как создавать фотоальбомы, быть активными, и как размещать вашу ссылку, и почему это важно. Сегодня у нас была в гостях Макаренко Юлия, наша коллега, лидер из Белоруссии. Спасибо большое за выступление, Юли, еще раз. До встречи на следующем вебинаре. Всем спасибо. Спасибо.